Фландерс вне закона, Мизулина снова берётся за старое, Паша-техник набирает команду кладменов, Мухаммед Алии в тюрьме, реклама наркошопа на балконе, гипфейки запрещены, скамеров теперь ищет искусственный интеллект, узбека арестовали за ноткоин, чернуха из Киева, русские хакеры против Испании, а в гостях сегодня ДэдПи-47. Всё это и многое другое в сегодняшнем видео. Ваша любимая рубрика легальных новостей, где можно притронуться к запрещенному будучи на безопасном расстоянии. Слушайте внимательно, будет занимательно. Помните пиар-акцию со стороны Даркнет-дельцов, когда в момент трагедии неподалёку горящего Крокус-Сити стояла машина, обрисованная маркировкой и QR-кодом наркомаркетплейса, и играла музыка с рекламой веществ и шопов. Получилось громко, новость разлетелась по СМИ, и это именно та цель, которую преследуют авторы подобных перформансов. Но, видимо, этого было мало. Без проявления фантазии была реализована ещё одна пиар-акция. Тоже громкая, но в этот раз не потому что разлетелась так же сильно, а потому что они закинули на балкон две огромные колонки и включили трек маркетплейса, вывесив в придачу большой плакат с QR-кодом, ведущим на их переходник. Происходило всё на Невском в Санкт-Петербурге. Акцию совершил 32-летний житель города Никольская. Кстати, мешала соседям спать она недолго, силовики быстро пресекли и поймали преступника. Он нигде официально не работает и имеет заметный шлейф уголовных дел за спиной, угон, кража, грабёж и незаконный оборот запрещённых веществ. Теперь против него возбудили новое производство по статье 230 УК РФ, а именно склонение к употреблению наркотических психотропных средств или их аналогов с использованием интернета. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Зато теперь добавит маркетинг к своему обширному портфолио. Ранее судимый 40-летний мужчина проводил до дома девушку, с которой познакомился в баре. Видимо, она выпила немного лишнего, так как пока они вместе ехали на такси, кавалер смог незаметно вытащить из её сумочки кредитку, на которой, как оказалось, не был установлен пин-код. Просто прикладывай и оплачивай. Обнаружив такой подарок судьбы, мужик той же ночью отправился тратить чужие деньги в букмекерскую контору, где проиграл на ставках 230 тысяч рублей. О списании денег потерпевшая узнала утром, когда проснулась и посмотрела сообщения из банка. Очевидно, что обо всём девушка сообщила в полицию, но при этом даже помогла задержать азартного ухажёра. По просьбе оперативников она пригласила мужчину на свидание. Будучи уверенным, что девушка не заметила пропажу своей кредитки, житель Сочи пришёл на встречу, где его задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении джентльмена возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. И да, подобный срок вам могут влепить даже если вы воспользуетесь картой, которую просто нашли на улице. Некоторые всё ещё думают, что раз они не крали, а просто подняли с земли карту, то кусок пластика и все деньги, что лежат на счету, теперь их по закону. Это невероятно простой способ сесть за решётку. Порхай как бабочка. Жаль, что посадили. Мухаммеда Али приговорили к сроку за распространение запрещённых веществ. На приговор тёзке легендарного боксёра решился Кировский районный суд Омска. 23-летний индиец Хади Мухаммед Али получил 7 лет лишения свободы за хранение и распространение запрещённых веществ. Мухаммед учился на первом курсе Омского медуниверситета и стал героем уже традиционной для мигрантов истории. Ввязался в наркооборот на низовой роли. Студент успел оборудовать 11 тайников закладок, прежде чем его задержали. Ещё 28 свёртков полиция обнаружила у Али дома. Сам он утверждает, что он известный боксёр. Ладно, шучу. Что распространять ПАФ, его заставили, однако суд посчитал эту версию недоказанной. И да, конкретно эта новость строится исключительно на имени задержанного. Очередную тиму скамеров удалось сдианонить и поймать. Ставропольскими правоохранителями установлено, что с февраля 2021 года по сентябрь 2023 года скамеры создавали фейковые телеграм-аккаунты горячих девчонок, после чего заходили в чаты знакомств, где общались с прямыми представителями вида, дрочерус обыкновениус. Когда беседы переходили в личные сообщения, скамерсанты начинали поднимать шишки мамонтом и скидывать им интимки, чтобы получать их в ответ. Далее шантажисты пробивали жертв и начинали вымогать деньги, угрожая слить срамные фотки друзьям и родственникам. По такой примитивной схеме социальным инженерам удалось сделать киллстрик в 113 человек из 19 регионов РФ, заработав более 2,5 миллиона рублей. Приёма проходила при поддержке Росгвардии, в ходе которой были изъяты телефоны и деньги. Возбуждены дела по статье 163 и 210 УК РФ. В отношении 22 фигурантов были приняты различные меры пресечения. Сейчас устанавливают всех причастных к данной темке. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что в профилях многих популярных исполнителей появилась реклама известного Даркнет-маркетплейса. Да, на превьюшках исполнители просто стоят во футболке с тем самым QR-кодом. Среди замешанных наблюдаются Паша Техник, Витя Ака, Сода Лав, Биг Бэйби Тейп и другие. В следующем же посте Екатерина Михайловна прикрепила комментарии читателей, объяснивших активистке, что страницы артистов, скорее всего, были взломаны, поскольку с безопасностью у стримингового сервиса есть определённые проблемы. Подобным актом подвергались и зарубежные певцы. Также можно отметить тот факт, что убрать рекламу при всём желании будет проблематично. Сервис Спотифай официально приостановил свою работу в России. Сомневаюсь, что подобная реклама хорошо конвертит торчков, но трафика там немало. Кстати, если кто-то хочет оформить подписку на Спотифай, Ютуб Премиум или взять НормVPN, в моём ТГ-канале будет ссылка на бота, где это можно сделать. Не считайте это за полноценную рекламную интеграцию, а то потом опять в комментариях считать их начнёте. Следующая новость снова про Пашу. В Кемерово какой-то гений расклеил плакаты с анонсом концерта Паши, на которых был размещен QR-код, ведущий на телеграм-аккаунт, где поклонникам техника предлагают раскидывать закладки. Идеальное попадание в целевую аудиторию. В мае 2021 года пользователь криптобиржи Crypto.com попытался внести 100 долларов на свой депозит на платформе, используя банковский счёт своей девушки. Из-за того, что деньги переводились от третьего лица, биржа отклонила транзакцию. Однако по ошибке сотрудников площадки в процессе возврата вместо 100 долларов на счёт поступило 10,4 миллиона долларов. Парочка не особо заморачивались над причинно-следственной связью появления такой большой суммы на счёте, а просто сняли часть средств и начали спускать их с кайфом. В частности, купили недвижимость в Мельбурне. Биржа обнаружила ошибку при возврате средств только спустя 7 месяцев и инициировала процедуру восстановления в банке. В ответ на это девушка перевела часть оставшихся средств, а именно 4 миллиона долларов на офшорный счёт. Позднее она объяснила это тем, что она заподозрила мошеннические действия. Власти арестовали её в марте 2022 года, когда она собиралась улететь в Малайзию. Позднее полиция Австралии задержала и её парня, который признался, что он потратил не принадлежащие ему деньги, но не по преступному умыслу. Сейчас он ожидает вынесения приговора, которое назначено на конец августа, а с его девушкой уже всё ясно, она будет отбывать общественные работы в течение 18 месяцев. А криптобиржа всё ещё пытается вернуть свои деньги, потраченные парой. Crypto.com и раньше допускала ошибки при возврате средств. В 2022 году её пользователь получил 10,5 миллионов долларов вместо 100 долларов. В тот же год биржа перевела 400 миллионов долларов на неправильный адрес. Видимо, сотрудникам нормально так не доплачивают, или вместо того, чтобы нанять нормальных, они смотрели только на расовые и гендерные разнообразия в команде. А вы бы посидели в тюрячке за 10 мультов вечно зелёных? Мефедрон, каннабис, кокаин, кетамин, МДМА, прегаболин, амфетамин, ЛСД, экстази и метадон. Нет, это не перечень товаров крупного наркошопа. Все эти вещества 31-летняя Варвара перевозила в своём авто по Москве. Вскрыть факт перевозки удалось сотрудникам ДПС, которые остановили Opel Mokka. Девушка за рулём внедорожника нервничала. Это стало причиной для более тщательного осмотра автомобиля. Внутри правоохранители нашли различные ёмкости, пакеты и колбы с запрещенными веществами. Часть пакетов была подписана вероятно, чтобы обозначить заказчиков. Не исключено, что Варвара занималась именно доставкой веществ. Так или иначе, девушку сразу задержали. Ей вменяют сбыт наркотических и сильнодействующих веществ. Сядет она очень надолго. Наверняка ты любишь смотреть фильмы и сериалы на сайтах, где не нужно за это платить. Посмотрел одно, перешёл на другое. Не понравилось, закрыл и больше не включаешь. Не жалко, ведь не нужно платить за каждый отдельный фильм. А представь, что то же самое есть с обучающими курсами, за которые школы и авторы просят огромные деньги. Причём не какие-то поделки, а как с фильмами, оригиналы. Просто платить за них по отдельности не нужно. В описании будет контакт человека, который занимается сливами курсов. Напиши ему, чтобы пришёл за курсами и получишь всю необходимую информацию. Плюс-минус 15 долларов в зависимости от твоей страны, и ты получаешь доступ к базе, которая содержит больше 60 тысяч курсов. Примерный список категорий можешь видеть на экране. Да, это не бесплатно, но платёж одноразовый за постоянный доступ. Никаких подписок. Один раз заплатил символическую плату и учишь, что хочешь, когда хочешь и сколько хочешь. Проект работает больше трёх лет, рекомендую. Правоохранители закрыли платформу для телефонных мошенников Russian.com. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило о закрытии Russian.com, крупной платформы для спуффинга информации о вызывающем абоненте. Услугами этой платформы пользовались сотни преступников, совершивших более 1,8 миллионов мошеннических звонков. Жертвами клиентов Russian.com стали жители более 117 стран, включая Великобританию, США, Новую Зеландию, Норвегию и Францию. Платформу закрыли ещё в марте 2024 года, после нескольких месяцев сбора оперативной информации и проведения расследований. Одновременно с этим в Лондоне были арестованы трое подозреваемых. Предполагается, что двое из них – это разработчики и администраторы платформы. В настоящее время все они освобождены под залог. Сама платформа была создана ещё в 2021 году. Считается, что от деятельности этой платформы пострадали более 170 тысяч человек только в Великобритании, что привело к финансовым потерям в размере десятков миллионов долларов. Средний ущерб от действий мошенников составил порядка 9400 фунтов стерлингов. Наверняка вы задались вопросом, а как работала эта платформа? Она позволяла преступникам скрывать свою личность, притворяясь, что они звонят с заранее выбранных номеров, чаще всего финансовых учреждений, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов. Это позволяло им входить в доверие к жертвам, а затем похищать их деньги и личные данные. Сама платформа рекламировалась через Snapchat, Telegram и Запрещенграм, и сотни преступников оплачивали криптовалютой полугодовые контракты на использование её услуг – от 1200 до 1400 фунтов стерлингов, или веб-приложения – 350 фунтов в месяц. Изначально Russian Combs была представлена в виде отдельного устройства, а затем и веб-приложения, которое позволяло клиентам совершать зашифрованные звонки без всяких логов, использовать веб-телефон, мгновенно уничтожать все данные, изменять голос, совершать международные звонки и получать круглосуточную поддержку. Забавно, что само устройство могло использоваться только для совершения мошеннических звонков, но на него было установлено множество фальшивых приложений, не обладающие никакой функциональностью. Всё это, чтобы в случае задержания правоохранительными органами оно выглядело как обычный смартфон, а в дополнение несколько VPN-сервисов, позволяющих скрывать свой IP-адрес, и приложение, которое мгновенно уничтожало телефон в случае активации. По данным полиции, мошенники часто действовали по хорошо известной всем россиянам схеме. Они использовали Russian Combs для спуффинга телефонных номеров банков, что позволяло им втереться в доверие к жертвам. Человеку сообщали, что его счёт замешан в мошеннических действиях, и убеждали, что нужно срочно перевести деньги на безопасный счёт, чтобы защитить свои сбережения. Стоит отметить, что после ликвидации Russian Combs представители НСА опубликовали сообщение в телеграм-канале платформы, пообещав её клиентам, что за ними тоже скоро придёт полиция. Блеф или нет, покажет время. До двух лет тюрьмы за упоминание веществ в текстах или искусстве. Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении проект закона о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в СМИ и интернете. Также положение закона устанавливают условия упоминания наркотических средств в литературе и кино. Однако под пропаганду не будут подпадать произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства и их аналоги составляют оправданную жанра неотъемлемую часть художественного замысла. В то же время произведения не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности или необходимости незаконного употребления запрещенных веществ и оправдывать подобные действия, а также представлять подобные действия как общепринятые нормы поведения. В чём заключается проблема? Подобного рода творчество должно маркироваться Минкультом. То есть большинство контента, которое уже существует и будет выпускаться на эту тему, скорее всего, по умолчанию будет нарушать закон. Даже если в самом материале, будь это обычный пост, статья или видео, акцент заключается на том, что наркота – это зло. Повлияет ли это на публикацию мною контента? Нет, конечно. Запрещенные вещества – это не основная тема канала. Да, есть ещё скам, даркнет, разоблачение и прочее. Но и от темы с запрещенкой отказываться не буду. Думаю, скаммерсу тоже плевать. Забавно, что меня с ним постоянно сравнивают, хотя на тему Дарка мы начали снимать почти одновременно и на тот момент не знали о существовании друг друга. Да и сейчас темы обычно выбираем те, о которых другой ещё не рассказал. Это так, мысли вслух. В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за дипфейки. Применение технологии на основе ИИ в пользу мошенников хотят карать тюремным сроком до 6 лет или штрафом до 1,5 миллиона рублей. По словам экспертов, дипфейки используются по-разному. Например, для звонков якобы от служб безопасности банков, кражи личности знаменитостей, либо близких жертвы. Изображения или аудиофайлы выглядят убедительно, люди ведутся, поэтому такие схемы встречаются всё чаще. Из минусов. В российском законодательстве пока нет понятия дипфейк, так что нужна тщательная юридическая проработка терминологии и внесение изменений в некоторые законы. Также будет сложно доказать использование дипфейков, а большинство мошенников вообще действуют из-за рубежа, и ловить их придётся в с властями других стран. Но эксперты всё равно считают введение наказаний важным шагом. Как минимум, появятся правовые механизмы для борьбы с новыми видами киберпреступлений. Хотя что им мешает просто проводить нормальные расследования и наказывать кидал за мошенничество без упоминания средств и технологий для их реализации. Статья всё равно есть, поэтому лучше занялись бы известными мошенниками, а то они чувствуют себя слишком безнаказанно. Ситуация с Министерством Правды тому подтверждения. Респект и удачи парню. А мы продолжаем. Интересное исследование. Выжившие после атаки Хамас, эвакуированные из зоны боевых действий и другие пострадавшие от войны израильтяне стали употреблять больше вызывающих привыкания веществ. Спрос вырос не только на запрещенку, но и на легальный алкоголь. Исследование, проведённое на выборке из тысячи израильтян, показало, что каждый четвёртый опрошенный стал чаще употреблять или забываться в азартных играх. Прямая зависимость прослеживается и в другом аспекте. Чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем выше риск развития аддиктивного поведения у населения. На фоне войны России с Украиной тоже отмечается, что продажи крепкого алкоголя достигли максимума за 7 лет, а количество смертей от пав и спиртного продолжают расти. Люди даже не замечают, как пытаются скрыться от собственного страха. Продавец техники отправил iPad Pro 11 стоимостью 94 тысячи рублей в пункт выдачи заказов в Мурманскую область, но ему пришёл отказ и коробка вернулась, однако уже с вкрученными в неё шурупами. Внутри же вместо нового планшета лежали пять кусков мыла. Да, рефант ещё жив. Благотворительная организация для бездомных в Окленде пять дней в неделю раздаёт продуктовые наборы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В наполнение набора входят в том числе и продукты, которые пожертвовали граждане. Одним из таких пожертвований, поступивших в последние два месяца, стала упаковка со сладостями от неизвестного мужчины. Если что, его личность сейчас устанавливается. Спустя некоторое время в организацию поступила жалоба от человека, получившего конфеты. Он сообщил, что они имеют странный горький вкус. Вскоре появился сигнал о госпитализированном после получения набора гражданине. Тогда наборы проверили, и в фантиках от конфет-марки обнаружили кристаллический метамфетамин. Сотрудники организации связались с четырьмя сотнями человек и выяснили, что минимум восемь детей попробовали сладость, но не съели из-за вкуса. А одного, самого матерого ребенка, которого вкус не смутил, увезли в стационар. Удручающим фактором является то, что часть людей, получивших помощь, являются клиентами благотворительной службы по борьбе с наркоманией. Новость о распространении наркотических средств волонтерами вызвала стресс среди них. Организаторы раздачи продуктовых наборов также в шоке. Выдача продуктов населению приостановлена. По словам сотрудников полиции, случившееся могло быть неприступным актом со стороны мужчины, который пожертвовал сладости, а сбоем в международной контрабанде наркотических средств. Офицеры изъяли всего 16 конфет, однако сколько подобных сладостей осталось у получателей помощи, неизвестно. Аж сладкого захотелось. Рубрика Мориарти. Никаких новостей нет, а халявные просмотры нужны, поэтому рубрика жива. Могу лишь сказать, что теперь я знаю, сколько стоит производство одного видео для их канала. Цифры назову в следующем видео. Оху... ли я? Скорее всего. Министерство безопасности Аргентины создает специализированное подразделение по применению искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения будущих преступлений. Данная группа будет включать членов федеральной полиции Аргентины и других сил безопасности. Да, прямо как в том старом фильме с Томом Крузом. Основная задача будет заключаться в использовании алгоритмов машинного обучения для анализа исторических данных о преступлениях с целью предсказания будущих криминальных действий и мониторинга социальных сетей для обнаружения возможных криминальных коммуникаций. За мысли преступления, если что, наказаний пока нет, поэтому пишите свои комменты. Какие темы больше всего интересны? Скам, наркота или что-то другое? Нередко вы такую ересь пишите, что и от кринжа подохнуть недалеко, но все же иногда я это читаю. Все-таки это помогает продвинуть видео. А кроме меня пока никто не рассказывает о подобных новостях в видеоформате. И нет, эти пару строк сценария тоже не нужно считать к интеграциям, умники. Правоохранители приняли двух сотрудников Центробанка РФ, которые придумали гениальную схему. Мужики воровали ветхие купюры, вместо того, чтобы уничтожать их. Всего они похитили почти две тысячи пятитысячных купюр на сумму более 9,7 миллионов рублей. При этом сумма ущерба может быть намного больше. Во время обыска у мужчин нашли ветхие деньги на сумму более 100 миллионов рублей. Сотрудники банков зарабатывают либо так, либо через колл-цетры из Днепра. Про-вторых, кстати, на канале есть целая документалка. Парнишка из Нью-Йорка отправится в тюрячку за работу по схеме с добивкой мамонтов. Согласно утверждению прокурора, Майкл Лаучлан, скрывающийся под псевдонимом Макса Хендлера, занимался обманом клиентов, пытающихся вернуть свои потерянные криптоактивы. Для этой цели он выдавал себя за вице-президента компании Coin Dispute Network и главного специалиста по возврату средств. Доверчивые клиенты платили ему за консультации в эфирах, предполагая, что он вернет их монеты. Лаучлан рассказывал жертвам, что ему известно, как вернуть утраченные криптовалюты, но за эту услугу нужно будет заплатить. Естественно, несчастные соглашались на это, но взамен не получали ничего. По утверждению прокурора, мошенник обманул десятки людей, и точная сумма причиненного ущерба сейчас уточняется. Самое забавное, что при всем этом компания Coin Dispute Network имеет дурную репутацию. Еще летом 2023 года сайт компании был проверен сотрудниками офиса окружного прокурора округа Манхэттена, и выяснилось, что контора занималась мошенническими сделками с криптовалютой. От действий компании пострадали несколько сотен человек, а ущерб исчислялся сотнями тысяч долларов. Но, по всей видимости, клиенты мошенника не знали об этом ничего, раз считали его вице-президентом фирмы, которая уже запятнала себя. Сейчас прокуратура готовит материалы дела в суд, где ловкому дельцу изберут меру наказания за обман и воровство средств клиентов. Все, что ты заработаешь на крипте, это плюс-минус три года. Тиктоки – новый тренд, там скоммерсанты активно выкладывают видосики с изображением сидфраз от криптокошельков. Хомяки заходят на кошелек, видят на нем монеты и, само собой, пытаются их украсть, но вот незадача. Для их вывода нужно сначала пополнить кошелек для оплаты комиссии за перевод. Ну а дальше любителей халявы ждет справедливое наказание. Суть в том, что пополнить кошелек на трекс получится, а вот вывести что-либо уже нет, так как монеты с кошелька автоматически будут переводиться на счет мошенника. Темку нельзя назвать новой, еще пару лет назад гуляло полно мануалов о том, как сделать подобный кошелек. Если интересно, переходите ко мне в телегу и пишите в комментах, что нужен мануал. Доля российских объявлений на теневых форумах составила 10%, против 8% у США и 6% у Китая. Такие базы содержат личную информацию клиентов, паспортные данные и адреса проживания, а также коммерческую тайну. Самое интересное, что в 88% случаев хакеры готовы отдать данные россиян бесплатно. Да, ты не стоишь и копейки. Эта новость забавно сочетается с следующей. Кстати, озвучит ее наш гость. Да, здорово, геймеры. С вами NetP47. Спасибо большое Фландерсу, что позвал. И я прочитаю для вас несколько новостей. Окей, Госдума планирует обязать владельцев телеграм-каналов и других сайтов, блогов, ютуб-каналов и прочего с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать в Роскомнадзор свои личные данные. Короче, если закон будет принят, то каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков будут обязаны сообщить о себе в Роскомнадзор, вступить в этот определенный перечень одобренных ресурсов Роскомнадзором и получить специальную маркировку. Но самое интересное, это то, что произойдет с каналами, которые не сделают этого, потому что им будет, во-первых, запрещено делать рекламу, во-вторых, им будет запрещено принимать донаты и, в-третьих, если ваш канал включен в этот реестр, то вы не сможете репостить тех, кто в него не включен. То есть тебе нужно будет каждый раз проверять, включен ли вот этот конкретный канал с фембоями, который ты хочешь репостнуть в реестр Роскомнадзора. Это очень весело на самом деле. Но самое непонятное в этой ситуации, это то, как это вообще будет работать. То есть, допустим, у меня есть 4 соцсети, мне нужно на каждую подаваться или все вместе, куда подаваться, какую нужно предоставлять личную информацию. Ну и плюс, допустим, кто-то ведет канал из-за границы, кто-то вообще не является гражданином США. На какой основе люди должны понимать, что им нужно подаваться в Роскомнадзор и что их будут или не будут касаться ограничения. Ну вот еще одна смешная деталь, которую слышали, скорее всего, не очень многие, а именно о том, что для блогеров составили список источников, откуда они могут брать информацию и ее цитировать. И вот по пунктам источники, которые в новом законе, они прям прописаны, которые могут использовать владельцы каналов от 10 тысяч подписчиков. Это СМИ, ну вы понимаете, какие СМИ. Это госструктуры и другие зарегистрированные блогеры. И вот здесь у меня появляются большие вопросы. Вот допустим, я делал видос по Metal Gear Solid 2 и мне нужно было брать очень много иностранных источников, какие-то статьи, какие-то старые журналы или что-то подобное. И я не могу теперь это использовать, потому что они не были зарегистрированы с Роскомнадзором и я не совсем понимаю, как это работает. Знаете, есть такое ощущение, что все это довольно сыровато и для правительства это все делается именно с точки зрения политической стороны интернет-дискурса. И стоило бы уточнить, что это касается политики, не знаю, там новостей про происшествия и вот тогда действительно там вот, чтобы не разводили панику, надо брать новости именно из официальных источников. Типа это было бы логично. Но если это не политическая, допустим, игровая или киноиндустрия, ты репостишь, допустим, какую-то статью из журнала Forbes или другого источника, где никак не задевается, не знаю, там, честь России-матушки, то ты тоже не можешь этого сделать или тебе нужно их попросить, чтобы они зарегистрировались с Роскомнадзора? Я не понимаю, как это будет работать. Короче, да, блогеров ожидает большое веселье, потому что гайки продолжают закручиваться и, ну, посмотрим, к чему это в итоге приведет. Скорее всего, вы уже забыли, что такое Хамстер Комбат, это та штука, которая завирусилась пару месяцев назад, типа там, тапаешь хомяка и потом тебе когда-нибудь дадут за это реальные деньги. А люди тогда очень остервенело защищали эту штуку, говорят, что это деньги буквально из воздуха и точно прокнет топовая вещь и рекламировали ее везде. Тогда же был этот смешной случай, что с ними объединился Вилсаком и в приложении тебе давали там 100 тысяч валюты, если ты посмотришь новый видос Вилсакома и таким образом они накрутили ему что-то около 10 миллионов просмотров. Так вот, догадайтесь, как эти фейковые фишинговые ресурсы воровали данные телеграм-аккаунтов игроков Хамстер Комбат и, да, они обещали им обменять их бесполезную воображаемую хамстер-валюту на настоящие рубли. А для этого просят лишь авторизоваться в своем телеграм-аккаунте, и вы уже понимаете, что после этого твой телеграм-аккаунт уже не твой. А учитывая, что Хамстер Комбат был ориентирован на хомяков, которые тапают хомяка, да, это очень смешной каламбур, но даже бабушки этим занимаются, люди с завода, и они не очень шарят за кибербезопасность, чем и пользуются злоумышленники. А когда человеку обещают деньги из воздуха, то он готов пойти на многое. Телеграм в этом плане действует довольно странно и щадяще по отношению к скамерам и просто ставит им пометку скам на канале, но не удаляет его. Я уже не раз видел, когда у людей есть вот эта пометка скам, и они делают название типа точно не, чтобы скам воспринимался просто как обычные модзи, то есть я не знаю, почему телеграм до сих пор не может взяться за это серьезно. Так что да, дорогие друзья, бесплатный сыр только в мышеловке. Еще раз спасибо, что позвали, можете подписываться на мой канал по ссылке в описании, было бы очень приятно на самом деле. Ну, все, всем пока. В феврале 2022 года Мамонт из Башкирии пожелал прокатиться из Сургута в родную Уфу. Он открыл приложуху «Блаблакар», где договорился о поездке с воркером одной из популярных скам-тим. Мужик перешел по фишинговой ссылке и благополучно лишился 28 тысяч рублей. Поскольку в этот момент бедолага находился на вокзале, он обратился в отделение полиции, расположенное прямо там. Спустя довольно значительное время заява дала результат. Жандармы пробили IP-адрес, с которого было размещено объявление, а затем установили личность воркера. Им оказался 31-летний ранее несудимый мужик. Разводилу приняли в июне 2024. Он полностью признал свою вину и на данный момент проходит по статье 159 УК РФ. Как же его поймали? Оказывается, челик был настолько туп, что не додумался накатать VPN и осуществлял свою деятельность через домашний Wi-Fi. Кстати, если нужен нормальный VPN, то в моем боте можно взять по разумной цене. Выйдет меньше 100 рублей за месяц. Ссылка на бота будет в основном канале. Узбека арестовали за продажу ноткоин. Да, в Ташкенте задержали особо опасного преступника, 21-летнего пацанчика, который имел неосторожность натапать 20 тысяч ноткоин и слить их на криптобирже за 150 долларов. Для этого криминальный элемент использовал телефон Redmi Note 9 и пластиковую карту. На судебном слушании обвиняемый признал свою вину, утверждая, что не знал, что занимается незаконным оборотом криптоактивов и попросил о снисхождении. В итоге суд назначил бедолаге наказание в виде 10 суток в обезьяннике. Также товарищ майор конфисковал его мобилу в пользу своей дочурки или сынули, разумеется. Скам от сына Трампа. Созданный им токен TrumpCoin за несколько минут обвалился на 99,9%. Из проекта вывели всю ликвидность около 50 миллионов долларов. Инвестор проекта Мартин Шкрелли винит во всем Бэрона Трампа. Весело все-таки детям президентов в США. Один с наркотой балуется, другой скамит, а их не садят. Чернуха подъехала. В Киеве группа из четырех человек решила похитить иностранца, узнав, что у того на холодном кошельке лежат 2,5 биткоина. Жертву затолкали в машину, после чего увезли на заброшку, где бедолагу пытали и заставили перевести преступникам всю сумму, после чего того убили, а тело закопали в лесу. По заявлению сотрудников полиции, мошенников смогли найти к утру с помощью видеозаписей камер наблюдения. Им всем грозит пожизненное. Совсем недавно, а именно 20 июля 2024 года, на территории Испании были задержаны трое пророссийских хакеров, обвиняемых в атаках на инфраструктуру стран НАТО. Хакеры задержаны по подозрениям в ДДОС. Также гвардия считает их причастными к проведению кибератак, организованных группировкой NoName 057-16. К чему мы вернемся чуть позже. По словам специалистов, целью хактивистов были критически важные инфраструктуры стран, поддерживающих Украину. На видеозадержании можно также увидеть флаг с серпом и молотом. Реакциях активистов не заставила себя ждать. 22 июля хакерская группировка NoName 057-16 заявила, что задержанные спецслужбами люди обычные жители ЕС, не связанные с хакингом. Власти ЕС и США боятся, нас как черт Ладана. Мы на протяжении нескольких лет в круглосуточном режиме наносим колоссальный ущерб всем спонсорам преступного режима Зеленского. Мы стоим огромной костью в горле у русофобов и поклонников бандеровцев всех мастей. Но нас невозможно уничтожить или запугать, заявляет представитель NoName 057-16. Далее, несколько часов спустя, они объявляют у себя в телеграм-канале о масштабной операции «Контр-атака», в которой они обещали класть и уничтожать важную интернет-инфраструктуру Испании. К ним также присоединилось больше 50 хакерских группировок. Ежедневные взломы и додос-атаки на инфраструктуру Испании продолжаются. Власти Испании не дали никакого ответа по этому поводу. К чему приведет это сражение, нам предстоит это еще увидеть. Следить будем в моем телеграм-канале. Ссылку найдешь, не дурачок ведь. Недавно на канале вышло очень интересное видео про агента ЦРУ, который чуть не уничтожил все агентство изнутри. Видео набрало незаслуженно мало просмотров, советую глянуть. А еще подписаться, ведь это далеко не последние легальные новости. А еще напомню про сливы курсов, о которых говорил где-то в середине видео. Ссылка в описании. Как и ссылка на мой личный телеграм-канал, где я публикую то, о чем не могу говорить в ютубе. Держитесь дальше от криминала, а я ухожу. Ухожу красиво.